Привет! Меня зовут Варя Тарасова. Мы начинаем программу «Телезнайки». Но сначала о главных темах. Познакомимся с культурой разных народов. Научимся стрелять из лука. И узнаем секреты пончика. Как в старину делали газеты. Расскажут телезнайки. Раньше главным источником новостей были газеты. Их делали на таком оборудовании. Но сейчас это хранится в музее. А что раньше было в этом доме? А этот дом всегда был жилым домом. Выглядел он в разные годы по-разному. В начале 20 века очередная перестройка сделала дом вот таким. В 1905 году его купил Алексей Алексеевич Суворин. Представитель династии издателей Сувориных. Дом ему потребовался для открытия редакций частных газет. А для их печати во дворе он построил типографию. Вот в этой комнате располагались журналисты. Рабочий стол редактора. Такими канцелярскими принадлежностями создавался рукописный печатный текст. Рукописные тексты передавали машинистке. Печатать на такой машинке не так уж и сложно. Но есть проблема. Нет клавиш и дилет. Нельзя исправить ошибку. В этом зале создавали газеты. А это рабочее место наборщика. Здесь много ящиков. В каждом из них хранятся литеры. То есть буквы и знаки припинания. Попробуйте, поднимите эту наборную доску. Она весит около 10 килограммов. После того, как набиралась печатная форма, ее нужно было перенести вот на такой печатный станок, для того, чтобы получить оттиск. Чтобы валик нанес краску на литеры, нужно переместить всю верхнюю часть станка с помощью вот той большой ручки. Корректор провелял ошибки, выявлял неточности. После их исправления на передвижных столах раскладывались печатные формы. Вот так в начале 20 века выглядел степлер. Здесь скобки. Кладем, нажимаем на педаль. И готово! Сколько же времени нужно было, чтобы написать одну статью? Для создания статьи уходили сутки. На набор вот такой печатной формы статьи для газеты уходило примерно 12 часов. Да, пока в токотипографии напечатаешь новость, она уже перестанет быть новостью. Весь путь газетной статьи в начале 20 века проследили Маша Павлович и Маша Киселева. Сегодня мы идем в подвал к коту Филофею. Этот подвал находится в театре. Там мы познакомимся с удивительным котом. Что там интересного? А почему он в театре? Это непростой кот. Он много лет учит детей быть добрыми. Ну а разве не бывает так, что люди, в чьем доме живет кошка, иногда даже не задумываются о том, что и кошке нужно дать достойное имя? А еще кот Филофей поет в мюзикле «Брысь» или «Истории кота Филофея» на музыку Якова Дубравина. Кот Филофей появился в 80-х годах. Это главный герой пьесы Валерия Зимина «Брысь». Он не любит, когда ему говорят «Брысь». Он любит, когда он пишет письма. «Брысь». Как только была написана пьеса «Брысь. Истории кота Филофея», и ею заинтересовалось наше ленинградское телевидение, было отснято 7 разных историй, как коту Филофею приходят в подвал коты и кошки и рассказывают истории, как им люди сказали ужасное слово «Брысь». Кажется, не успели представиться. «Брысь». 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 Вот есть эти письма, то, что писали 30 лет тому назад, и автор даже отвечал. Дети пишут стихи о животных, обещают хорошо учиться, советуются с котом Филофеем, как лечить домашнего животного. А у него есть друзья? Ой, да, у него очень много друзей. Я считаю, что кот Филофей – это вообще друг детей и зверей. Какой у него характер? Мудрый. «Брысь». Чему учит кот Филофей? Кот Филофей учит помогать ближним, помогать самым маленьким, помогать животным и учит милосердию. В нашем городе есть такой замечательный проект «Когонек добра», в котором дети, школьники помогают животным, проводят благотворительные акции. А у вас есть домашние животные? Да, безусловно, и кошки, и собаки. Никому не говорите «Брысь». Мудрый кот Филофей дает уроки доброты и справедливости. Помогали зажигать «Огонек добра» Ульяна Женц, Соня Горьянова, Кристина Ходорева. У каждого человека должны быть корни, то есть традиции. Люди, которые чувствуют эти корни, собираются на Энтно-фестивале. Что такое Энтно-фестиваль? Это долго объяснять. Это надо видеть. Что такое Энтно-фестиваль? Энтно-фестиваль – это фестиваль, на котором собираются представители разных народностей, чтобы поделиться с людьми особенностями своей культуры, рассказать о том, как у них в стране все происходит, показать какие-то предметы быта, украшения, собирать себе и песни, и танцы. Для того, чтобы быть знакомым не только со своей собственной культурой, но и с культурой людей, которые тебя окружают, мы стараемся рассказать друг другу о особенностях культуры своей страны. Между всеми культурами обязательно есть сходство. Мы же все живем рядом, все друг у друга что-то перебираем, меняемся опытом. В этой сказке собрали несколько стран, где они путешествовали, и поэтому там разный национальный костюм. Мы Япония, Китай, и, конечно, русский народный. Это сказка о том, что нужно беречь и уважать своих мам, и это истина в любом народе, в любой культуре. Что это за инструмент? Этот инструмент называется лазерная арфа. Это единственный в мире инструмент, который работает с помощью света. Мы воздействуем на свет, чтобы получить звук. Это светомузыка, только наоборот. Как он устроен? Лазер подается на зеркало. С помощью зеркала мы этот лазер разбиваем на несколько лучей. Каждый луч – это одна нота. Мы прерываем кучок света и получаем звучание одной ноты. Арфа – это тоже в какой-то степени этнический инструмент, только современный. Это инструмент для людей, которые не разделяют мир на народности. Он может звучать каким угодно звуком, и любой человек может играть на нем. Кстати, я забыл совсем тебе сказать, что в переводе с греческого этно обозначает народ. С традициями разных народов познакомились Варвара Абрамова и Маша Андронова. Когда древнему человеку надоело бегать за мамонтом, он начал думать, как бы поразить его на расстоянии. Так на всех континентах, кроме Австралии, появился лук. Луки бывают прямые, бывают луки рекурсивные, то есть с изгибом плечей, бывают луки блочные. Прямой лук нам известен с самой древности, начиная с каменного века, и по текущий момент стреляют люди в джунглях Амазонки где-нибудь из примерно таких луков. В Азии использовались, конечно, сложно-составные луки. Современные луки, которые используются в том числе на Олимпийских играх, рекурсивные. Каких деревьев делали луки обычно? Конечно, лучше гибкие породы древесины, это, например, орешник, кизил, птицовое дерево. Достаточно срубить, и у вас практически готовый лук, потому что он состоит из двух разных слоев. Твердый слой и пругий слой. Срубили дерево, натянули тетивый лук, готов. История знает многих легендарных лучников. Робин Гуд, Вильгельм Тель. Кстати, в 15 веке Швейцарии даже стали проводить соревнования по стрельбе из лука памяти Вильгельма Теля. Берем лук в левую руку, становимся боком к мишени, ноги на шине плеч. Осаночку надо держать, как у балерины. Тянем плечиками к самому глазу, как будто стрела прямо из глаза вылетает. Руку прижимаем плотно к щеке, левый глаз закрываем, отпускай. Ух ты, классно! Получается, что лучникам нужно иметь хорошее зрение? Самое главное, это техника стрельбы. Есть лучники, в том числе сейчас в сборной Кореи есть один лучник, который, обладая слабым зрением, практически на уровне инвалидности, является обладателем мировых рекордов и олимпийскими чемпионами. Спортивные луки ограничены силой натяжения 27 килограмм. Мышцы, которые используются для стрельбы из лука, мытянем лопатками, в обычной жизни практически не задействованы. Неподготовлены человеку, даже крепкому физически. Такой лук натянуть очень тяжело. На каком расстоянии расположены мишени на Олимпийских играх? Мужчины и женщины стреляют на дистанцию 70 метров. А на Кубке мира, например, мужчины стреляют на 90 метров. Специалисты говорят, что учиться стрелять из лука надо всю жизнь. Но Азима освоить успели. Стали лучниками первого уровня Аня Пулина и Анжелика Соколова. Ты знаешь, как готовить пончики? Нет, я умею делать только пышки. Разве это не одно и то же? Для знатоков разница между пончиком и пышкой огромная. Чем пончик отличается от пышки? Ну, на самом деле, это длинная история. Но первоначально можно сказать, что это совершенно разное тесто. Потому что пончик – это дрожжевое тесто. А дрожжевое тесто, оно поднимается. Продукты для пончиков нужны очень простые. Яйца, соль, сахар, дрожжи, масло и мука. Но потом начинается самое интересное. Тесто нужно месить 30 минут, раскатывать. А потом из него делать такие кружки с дырочками. После чего тесто для будущих пончиков поднимается 50 минут. Вся эта круглая вкуснятина готовится в кипящем масле при температуре 180 градусов. Они должны немножко остыть. И только потом мы начинаем глазировать их разноцветными глазурями. Поэтому процесс очень долгий, но это занимает, наверное, часа два. Мы сейчас с вами сами заглазируем красивые пончики. Пойдемте? Глазировать пончики – это очень веселая работа. Можешь выбирать любой пончик. Хорошенько мешай. Мешай, мешай, мешай так интенсивно. Теперь не бойся, кидай, брызги не полетят. Прокручивай. Делаем небольшое прокручивающее движение. Затем снимаем излишки. Почему надо так кидать пончики? Ну, знаешь, это, наверное, для того, чтобы у тебя пончик был полностью покрыт глазурью. По точному рецепту пончики в Европе стали выпекать в 18 веке. Традиционный пончик – это вот такой кругляшок без дырки. Как в пончике появилась дырка? Необходимо было насаживать его на такой конусообразный стержень. И он постепенно отдавал свое лишнее масло и держал правильную форму. А запах... Интересно, что там внутри? Секреты пончиков узнали Ксюша Федякова и Варя Ерохина. Увидимся через неделю. Не скучайте. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...